Итак, девчонки, сейчас мы будем тестировать с вами два ароматика от Джо Малон. Один, в общем, будет English Peer и Frisia, фрезия. Короче, не знаю, может, неправильно прочитала, уже снимаю сегодня третье, наверное, видео, уже немножечко устала. Груша и фрезия, очень популярный аромат. И Wood Sage и Sea Salt. Короче, не знаю, как Sage переводится, что-то с деревом и с морской солью связано. Я уже их потестировала, уже давно хотела вам про них рассказать, уже даже записала свои впечатления про данные парфюмы, но так и не сняла вам видео. Сейчас я немножечко их заново протестирую и будем разговаривать с вами про них. Первым будет как раз вот этот вот солью аромат. Давайте я его пшикну, чтобы обновить, скажем, свои эмоции. Если выбирать между двух ароматов, когда я первый раз их тестировала, я уверена была, что мне груша понравится и что мне с солью совсем не понравится. Посмотрим, что же в итоге подвело меня мое обоняние или нет. Мне очень понравился этот аромат. Вот этот вот Wood Sage Sea Salt. Он такой благородный. Вот он слегка одеколонистый такой. И здесь есть какой-то холодок. Вот как в Dolce & Gabbana Light Blue. Что-то кисленькое, какой-то лимончик как будто бы. Вот прям как будто рядом с носом кусочек льда у вас подносит, когда вот вы подносите блотер. Прям вот веет с него, прям вот так уносишь и нормально. Вот так подносишь, и такой холодок появляется. Очень вкусно пахнет. Именно чем-то таким лимоном. Как будто посыпано слегка сахаром. Есть определенная сластинка. Аромат отлично подойдет на жару, мне кажется. Он такой вкусный, он такой прямо благородный. Не знаю, он не то, что какой-то няшный или пушистый, или какой-то там девчачий. Нет, это не тот. Это такой прямо, даже не знаю, свежий, бодрый. Но при этом он мягкий. Он не то, что он окутывающий, нет, он скорее не окутывающий. Он такой прям наоборот, такой бодрящий, прохладный. Вкусный, вкусный. Никого не задушит, я не знаю. Можно им поливаться довольно-таки шлейфовый для офиса. Нету никаких выпирающих ноток. Вот поставила бы 9 из 10, наверное. Вот смотрю свои записи, и мне тут написано, что потом он в базе немножко изменится и будет мускус выпирать. Пока что не слышу. Давайте почитаем про что. Аромат фужерный, соленый, морской, цитрусовый, мускусный, травяной, мягкий, пряный, цветочный, акватический. Да, может какие-то травы, но они настолько здесь завуалированы, они не выпирают, они не раздражают, я не знаю. Я не скажу, что я здесь ощущаю прямо-таки соль. Не знаю насчет соли. Морской воздух смешивается с запахами соли, песка, морских коряк. Ну, это описание. Образуя естественный, свежий и сложный аромат, сочетающий ноты дерева и моря, воплощающий собой свободу и дух природы. Мне так нравится, вкусненько, вкусненько, это очень вкусно пахнет. Фотографии именно, да, вот здесь шалфей, грейпфрут, амбрето, морские водоросли, соль. Да, шалфей здесь дает определенно вот эту сложную, не сложную, а не дает ему быть просто каким-то там заурядным, обычным свежаком. Этот грейпфрут, либо этот лимон. Ну, грейпфрут не такой кислый, да, как лимон, он все-таки более горький, но опять-таки все равно цитрусовый, да. Что такое амбрето, я вообще не знаю, на самом деле. Как пахнут морские водоросли, тоже не знаю. Могу предположить, знаю, как пахнет шалфей, не самый мой любимый запах. Ну, в парфюмерии, может быть, он придает как раз изюминку, когда его не перебор не докажется. Вообще, мне очень нравится этот аромат, я сейчас прям его нюхаю. Так, я уже сказала, что он не новый, да, люди уже с ним знакомы. Ну, если бы где-нибудь увидела бы по супербюджетной цене, то, возможно, купила бы. Но, зная цены на Джо Малон, ну, кто знает, кто знает. Это что-то другое, это не Дольче Габбана, где тоже дерево, где цитрусы, где там яблоко. Здесь, опять-таки, я говорю, что-то такое есть, что делает его все-таки более универсальным, более необычным. Ай, какой вкусный, мне очень нравится этот аромат. Давайте потом к нему немножечко вернемся, пусть он полежит, проветрится. И по названию я была всегда уверена, что мне понравится аромат с грушей и фрезией. Я даже часто смотрела на эти аналоги, закосы от Дженни Глоу, знаете, у них тоже есть, уже несколько раз клала в корзину. Ну, так, фруктовый, аромат осени, холодный, золотой. Не знаю, короче, что здесь, посмотрим сейчас. Сразу скажу, что мне он вообще не понравился, по первым впечатлениям. Может быть, сейчас что-то поменяется у меня, может быть, более теплая погода за окном, может быть, у меня настроение другое, давайте попробуем. Нет, ничего не поменялось, мне не нравится этот аромат. По первому впечатлению, это как будто какое-то лекарство. Крезия, что ли, так пахнет. Как будто это, даже не знаю, натуральное травяное лекарство, либо какие-то вот эти химические таблетки, как будто все вместе смешали, как будто бы оно намокло, воды туда, что ли, добавили, и вот оно все вместе как-то пахнет травой и именно лекарством, как, я не знаю, больницей, что ли. Блин, нет, не знаю. Ну, вот это многим, наверное, все-таки понравится. У меня такой определенный, блин, девчонки, вкус. Ну, вот мне не нравятся такие ароматы мускусные, как Сара Джессика Паркер, Лавли, которые все любят, вот эти мускусы Родригеса. Я пока очень далека от этого. Может быть, когда-нибудь, да, но вот это вот что-то, что-то оно такое вот. Причем вот это многим же нравится, не знаю, может быть, оно раскрывается или... Ну, тут либо да, либо нет, мне кажется. Давайте посмотрим, какие ноты, я уже не помню. Так. Итак, цветочный, фруктовый, сладкий, розовый, акватический, мускусный, свежий, почулевый. Фу, блин, мне вообще не нравится. Зеленый, пудровый. Аромат 2010 года, уже не новый. По-любому уже его либо любят, либо нет. Девчонки, не сердитесь, да? Ну, чего сердиться, это мое мнение вообще. Груша дыня. Вот если бы я покупала вслепую, я по-любому бы вот купила и думала, что мне понравится, блин. Здесь еще и фрезия роза, ну, хотя розы я вообще не люблю. Мне кажется, теперь я и фрезию любить тоже не буду. Мускус и почули еще вместе, причем странно, еще и амбра. Вот я вообще не понимаю, когда все эти ноты, все в базу кладут, все, все, все. Еще там мха не хватает, еще что-то у нас тяжелое самое, еще добавьте этот ут туда. Здесь еще и ревень в базе. Я не знаю, вот что сказать, мне не нравится. И даже нет больше никаких ассоциаций. Пахнет лекарством, пахнет какими-то сильными такими цветами. Я не скажу, что я слышу здесь вообще мускус, либо ревень, либо амбру, либо даже розы. Что-то здесь такое, что-то напоминает, я не знаю. Ну, не самое приятное что-то. С чем сравнивать сразу, хочу посмотреть. Ой-ой-ой. Ну да, конечно, Narcissus Rodriguez, Signorino тут. Много тут есть ароматов. Ну, конечно, он уже такой. Зеленый. Зеленый я тоже ароматы не очень-то люблю. В общем, ничего мне тут и не знакомо из того, с чем сравнивают. Но вот такие впечатления. Нет, мне не нравится. Тут и даже никакого сахара нет. Вообще, ревень мне, в принципе, нравится, если он такой какой-то с кислинкой. Когда он такой более натуральный, задорный. Здесь я не слышу ревня. Я говорю, я мускуса здесь не слышу. Просто слышу здесь какие-то лекарства. Всё, всё. Понюхаю предыдущий. Да. Вылез мускус. Знаете, такой мускус как будто пахнет пылью. Не какой-то животный там, хотя я плохо ещё различаю. Но вот пахнет пылью, как пахнет в городе летом после дождя. Когда вот пыль прибивает, и вот такой поднимается запах. Он, кстати, ну, не противный. Не противный. Ну, пахнет пылью я не хочу. Но, опять-таки, начало было классное. И, может быть, с кожей будет всё по-другому. Не будет так, как с бумажки. Начало было супер. Короче, если выбирать из этих двух, то вот этот Wood Sage и Соль мне очень понравился. А эта груша, нет, 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 ещё раз нет. Вот такое моё мнение об этих двух ароматиках. Напишите, что пробовали из этого, как относитесь вообще к Джо Малон. У меня от Джо Малон только Zara есть, который Ebony Wood, который я обожаю и никогда его никому не отдам. В общем, но видно на ароматы эти на любителя. Я знаю, многим нравится. И есть много ароматов других, которые, я думаю, мне бы тоже от этого парфюмера понравились бы, этого бренда. Но вот про эти вот так вот, я считаю. Такая вот у меня болталочка про два ароматика. Надеюсь, было вам, девчоночки, интересно. Пока что буду заканчивать на этом. В общем-то, я собралась. Сейчас осталось только высушить волосы. Не знаю, ничего укладывать я не буду. Вообще укладывать это не ко мне, на самом деле. И пойду в хозяйственный магазин. Мне нужно купить мелочи для новой квартиры. Коврик в туалет. Штуку, куда складывать столовые приборы хочу. Не знаю, правда, размеров. Может быть, наугад буду покупать. А, ну, хочу ещё пока временную, это, как его называют, для мыла. Пузырёк именно чёрный для ванны мне нужно. Там не особо качественный. Но я в будущем хочу дозатор для мыла, знаете, нажимать. Или сенсорный, не знаю. Хотя у нас был. И не самый лучший опыт был. Быстро сломалась тут именно сенсорная фигня. Не сенсорная, а кнопка у нас была. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим. Может быть, пока временную куплю. Там такие стильные, прикольные эти штуки для мыла. Пока что пусть будет так. В общем-то, это не самое главное. Но всё равно какие-то мелочи хочется прикупить, чтобы было более уютно. Так что сейчас сушусь и отправляюсь в магазин. Как вам моя прическа? Раньше такие чёлки было очень модно. Даже вот так вот ставили иногда. Мне кажется, мне бы пошло. Вот. Так что пошла. Итак, что же я купила? Купила я вешалки. Вешалки 7 штук, деревянные. Вообще разных цветов. Белые, чёрные. Но я купила такие, потому что такие почему-то на одну вешалку больше идёт в упаковке. Я подумала, какая разница. Ещё я люблю вот такие вот штуки. Anti-sleep mat они называются. То есть, чтобы не скользило. Хочу постелить в ящики, в общем, на какие-то полки. Ну, на кухню в основном такое. Хотя в любой комод это всегда хорошо. Ещё я купила вот такой вот органайзер. Очень мне приглянулся. Хотя брала его наугад. Он, конечно, такой хлипенький, ездит. Но я планирую поставить его в туалете конкретно, чтобы складывать туда туалетную бумагу. В общем, чтобы она не пылилась. Чтобы не было бесконечно каких-то... В общем, дальше ещё я показываю вам, что у меня здесь всякие полотенца. Вот такую вот штуку-дозатор для мыла, как и говорила. Чёрные купила, потому что у нас чёрные декоративные... Не декоративные, чёрные элементы в ванне. Чёрный душ, чёрный кран. Чёрный полотенцесушитель. Ещё один нескользящий коврик. Тоже вот такой вот в виде сеточки. Также купила крючки. Даже пару пачек. Уже даже не знаю, куда я положила другие. Планирую там ключи повесить. Ещё что-то. Полотенце для кухни. Парочку взяла вот в таких оттеночках. Потому что у нас в кухне немножко зелёные уходят. Также мелочь. А приятно. Коврик для туалета именно. У нас туалет с ванной теперь будет отдельно. Но коврик не очень долго прослужил. Потому что в туалете кошачий туалет. Как бы это ни звучало. И очень забивается наполнитель. Но это такие уже жизненные моменты. Я озвучиваю данные кадры спустя уже несколько дней. Но коврик неплохой. Только требует внимания. В общем, если у вас особенно питомец. Также у меня тут лежат занавески. Которые надо бы погладить. И вот так вот буду складывать. В общем-то, мне кажется, очень вместительно. Но даже на первое время пока сойдёт. Потому что шкафчика мы пока не повесили. И я подумаю, может быть, мне лишний шкафчик и не нужен. Вот так. Ну и вот такие вот приятные всякие мелочи для обустройства дома. Коврик. Вот так выглядит в итоге мой органайзер для туалетной бумаги. Вот здесь удачно встал. И я довольна, в общем-то. Ну и штучка для мыла. Самая простая, очень бюджетная. Чисто на первое время очень даже подойдёт. Вот так вот. Итак, девчонки. Я уже на новой квартире. Официально мы переехали. И у меня здесь помывка кистей на новом месте. В общем-то, уже давно я их не мыла. И прямо очень довольна. Сегодня такая жара, что и мне просто уже высохли. На самом деле, можно складывать. С вотчи. Так, тут у меня был заказ с Натина. В общем, сейчас чуть позже немножечко расскажу подробнее. Может, расскажу подробнее в другом видео. Карандаши заказывала. Ещё будут ароматы. Вот там у меня стоит моя посылочка. Я хотела открыть вместе с вами, но не выдержала, в общем-то. И будет отдельное видео про новые ароматы. Я их потестирую и вам расскажу. Ещё я тут сижу, пью кофе. И не удержалась. И купила вот такой вот цветок сегодня. Искусственный. Голубенький. Я так долго на него смотрела. Много раз его крутила в руках. Но, наконец-то, он был с огромной скидкой. И что я его за 3 евро просто уж ухватила. Так, я сижу на своём новом диванчике, пью кофе. Здесь у меня телевизор стоит, который будет вешаться на стену. В общем, ещё, понимаете, с переездом куча дел. Ещё не всё сделано. Вот здесь ещё нет комода, который должен был прийти вместе со шкафами в коридор и в детскую. Но не пришёл и придёт только в июле. Поэтому жизнь с ящиками и коробками пока продолжается. Я наслаждаюсь, в общем-то, простором, девчонки. Я кайфую. Десять лет прожила в Хрущёвке. Там я обожаю эту квартиру до сих пор. У меня... Я когда туда захожу, мне до сих пор как-то это на душе. В общем, о чём это я тут вам разговариваю. Но здесь у меня простор. И пока что я, не знаю, я в эйфории нахожусь. Так, пью кофе. Снимаю вам тут какие-то кусочки, чтобы уже наконец смонтировать этот влог. Потому что некоторые кадры уже очень старые. Я кайфовала всё это время от своих ногтей. Именно от Френча. Кстати, у меня тут планшет. Я смотрю Викулю про ароматы Зара. И всё, я решила снять ногти. Девчонки по себе заметила, что я именно летом снимаю ногти. И хожу максимум по полгода. У меня всё тут подходило уже. Сейчас такая жара, меня просто всё бесит. Пальцы вот эти всё сушатся. Кутикула сушится. И в такую жару мне прям хочется, не знаю, голых ногтей. В общем, я люблю делать на самом деле передышки, перерывчики. Поэтому записалась. Но в этот раз, видите, у меня уже тут всё не очень симпатично. Но мне очень понравился этот Френч. Именно не классический, а, по-моему, он называется на молочной базе. Или как-то так. Сейчас уже отросло. И даже форма какая-то другая становится более овальная. А когда были только сделаны, они казались более острыми. В общем, коррекция уже нужна. Обычно я сама снимаю. Вот так прямо грубо могу их отрезать. Что-то с фокусом. Грубо отрезаю. И потом просто спиливаю. Но я решила в этот раз сделать всё культурно. Чтобы мне мастер сняла материал. Там ещё и входит маникюрчик в цену. В общем, ну, подстрижёт мне кутикулу. Такое вот всё. И похожу я месяца 3-4, наверное. Ну, как пойдёт. Как захочется, по крайней мере. Похожу со своими ногтями. Отдохну. Это нужно делать, я считаю. Так что вот так вот. Потому что они отрастают. И мне становится очень неудобно, непривычно. Я обо всё задеваю. Как-то так. Итак, я вам уже показала сейчас свои кисти. Хотела показать ароматы. Хотя на самом деле ничего нового. Вот так вот пока что я себе выставила. Здесь, кстати, стоит киска, которую мне сшила дочка. И вот это тоже. Заяц это или кто. Это тоже она сюда положила. Ничего нового я не носила. У нас 30 градусов жары. На самом деле ничего не хочется носить. Я сегодня буквально пару раз пшикнулась кокосовым спреем от Ифраше, который у меня в рюкзаке. И всё. Ну, иногда дома я ношу вот этот. К нему тянется рука. Этот я прям заносила до того, что у меня уже вся джинсовая куртка просто пропахла им насквозь. Ну и какие-то выставила. Вот этот тоже носила. Очень стойкий, кстати. Очень шлейфовый. Вот это мой любимый Жан от Лан Ван. Но в такую жару я вот вообще совершенно не накрашенная. Мне не хочется ничего наносить. Итак, я издалека показала вам посылочку. Про ароматы я хочу потом отдельно снять видео. Ароматы бюджетного бренда одного. И ещё у меня был заказ. Тоже издалека так я вам показала. Заказывала карандаши для губ. Опять всё мимо, блин. Заказывала, конечно, по свочам в интернете. Но мимо, девчонки. Один только более-менее подошёл. Тоже вам как-нибудь подробнее, может, расскажу. Сейчас хочу просто немножечко записать материалы, чтобы закончить этот влог. Такой он сумбурный получился. Какой-то материал ещё старый. Что ещё у меня здесь? А, вот такой бибикремчик заказала. Не знаю, захочу сегодня я его наносить или нет. SPF 30. Но вообще по описанию мне очень понравилось. Здесь, в общем, какой-то Hydrolyzed Collagen содержится. Идеален для Matura Skin. В общем-то, у меня ещё не совсем, конечно, Matura Skin. Но всё же. Почему нет? Буду пробовать. Ну и, как кто-то может заметить, я думаю, Essence хотели сделать аналог. Так, где тут у меня? В шкафчике теперь у меня стоят кисточки. Чтобы они не пылились. Органайзер, когда я крашусь, я его достаю. Так, хотели сделать они. Ну, мне кажется, я не знаю. Закос на NYX. Кто под кого делает закос, я не знаю. Буду пробовать. В общем-то, NYX я очень довольна. Но он стоит около 10 евро. А этот стоит 4 евро. Ещё я заказывала румяна от Revolution, которые суперстойкие. И это супербледные и классные. Но мне почему-то вернули 4 евро. Я так и не поняла. И в итоге румяна не пришли. Только сейчас я догоняю, что вернули денежку за румяна. Видно, их не было в тот момент на складе. Но сейчас я смотрела, и они есть. Вообще не понимаю, как это работает. В общем, и ещё также заказала сухой шампунь Batist. Мне никогда не было ни одного Batista. Именно какой-то кокосовый. Подумала, на лето попробуем. Волосы очень быстро пачкаются. Особенно в такую жару, если ещё какую-то кепку оденешь или ещё что-нибудь. Вот, как-то так. Пока что вот так вот стоят мои палеточки. Выставила такие самые любимые, которым тянется рука. Но опять-таки, честно, я не люблю вообще жару. И потом осенью для меня как глоток свежего воздуха. Когда снова можно начать пользоваться косметикой, делать макияжи. Пользоваться какими-то парфюмами. Ну, как-то так. В общем, я буду, наверное, заканчивать на этой ноте этот сумбурный такой влог. И спасибо большое, что посмотрели. Обязательно будет видео про новые ароматы, парфюмы. Может быть, я сделаю видео чисто на этот бренд. Потому что они все от одного бренда. Но я думаю, мы уже подсмотрели. Там видно было, что за бренд. У меня есть парочка ароматов. И может быть, я как-то сделаю совместно. Я хочу их потестировать и рассказать вам. А не так, чтобы типа я вслепую их вскрывала. Вот. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok